Всем привет, добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Я хочу представить вашему вниманию небольшой фрагмент из моего онлайн-тренинга 7 сезона. Сразу хочу сказать, что это видео не для новичков, не для тех, кто только что попал на канал с жалобами на ВСД, панику и так далее. Для вас есть шаг номер один, там где собрана вся базовая методологическая информация. Данное видео необходимо посмотреть тем ребятам, кто уже занимается когнитивной терапией, потому что оно содержит в себе те базовые первые элементы, как начать самим собой диспут для того, чтобы начать выстраивать новое рациональное альтернативное мышление к обстоятельствам, которые вас окружают. Посмотрите этот ролик до конца, оцените его лайком или дизлайком и прокомментируйте. Пожалуйста, этот фрагмент важен, посмотрите его внимательно, потому что, как вы знаете, когнитивная терапия говорит о том, что ваше отношение определяет ваши последующие эмоциональные поведенческие решения и реакции. Но вот как начать с собой диспутировать вот эту базовую структуру, которую надо понять, чтобы потом на основании этого выстраивать диалог с самим собой и договариваться с самим собой и не поднимать слишком высоко градус, вот эти знания вам очень хорошо помогут. Пожалуйста, практикуйте, внедряйте в свои рациональные ответы, ну и приходите на занятия, скоро 8 сезон и 24, 23 и 24 декабря у нас будет большой 8-часовой онлайн-тренинг, обязательно посмотрите анонс и приходите. Ну а сначала изучите, пожалуйста, вот этот фрагмент и поймите, о чем он. Спасибо, ваш канал Невероза Мегаполис, Алексей Красиков, до встречи. Когда я шел по улице и чувствовал напряжение, я должен всем нравиться, я отвечал рационально сам себе, становилось легче, но потом снова все проявилось напряжение. Верно. Если бы у вас была какая-то болезнь, вам бы не становилось легче от того, что вы начинаете с собой диспут. То, что Дима сейчас говорит, это диспут. Он начинал объяснять себе, почему он не должен всем нравиться и почему это невозможно, он пытался себе это объяснить. Пока он себе это объяснял, пытался найти с собой некий компромисс, ему эмоционально становилось чуть проще. Но проблема в том, что эти навыки не крепятся, а просто от того, что вы 1, 2, 3 раза себе объясните локально в ситуации. Вот я хочу, чтобы вы это поняли. Навыки не крепятся к ПТ без определенных условий. Вот этот секрет, его, к сожалению, даже когнитивные терапевты далеко не все знают. Вот наверняка есть ребята, которые смотрели мой DVD-курс, проходили какое-то обучение, читали книги Аарона Бекка, учебники других авторов по когнитивной терапии. И вы видели, что, в принципе, вроде как вы пытаетесь объяснить себе, что не должен, бывает, на-на-на-на-на-на-на, но не крепится. Потому что, не крепится, потому что чуждо. То, что вы говорите, как бы, ну, как бы странно, чуждо. Не совсем про вас, что ли. Или еще что-то. Вроде как нормально, про вас, но потом раз и опять. То есть, вроде как вы себе объяснили, сказали, да, да, неплохо, да, эмоция спала, я договорился. Вот. Ну, хорошо, окей, вы чуть-чуть прикоснулись. Спасибо. Вы чуть-чуть прикоснулись, и те, кто это пытался начинать делать, уже чуть-чуть прикоснулись. Спасибо. Все чуть-чуть прикоснулись к тому, что на самом деле вы видите, как это непросто, да? Вот даже при первом прикосновении к вот этим автоматизмам, даже в первом таком приближении, да, вы уже видите, что вам непросто. Кто с чем столкнулся, с какой сложностью? Первая сложность, с которой вы столкнулись, это вообще напрячься и подумать, как я это делаю. То есть, сложности. Сложности при определении автоматических мыслей. Ну, или убеждений, если хотите, да. То есть, первая сложность, с которой вы столкнетесь, это лень. Это просто тупо лень, лень напрягаться и задавать себе вопрос, как я себя, например, злю, да, если вы уже в гневе. То есть, когда вы уже в гневе или вы уже в какой-то эмоции, поскольку она создана требованием, долженствованием или ожиданием, вы уже в эмоциональном состоянии, понимаете, да? И в этом эмоциональном состоянии очень сложно задать себе вопрос, как ты это сделал. Потому что тут приходится вам переключиться, переключиться от обвинений, вот это внимание, всем красной ручкой писать сейчас. Переключиться от обвинений окружающих, если мы про гнев говорим, да. Очень сложно переключиться от обвинений окружающих на себя. Это пипец, как сложно. То есть, когда у нас мама, папа, там, братья, сёстры не такие, когда они, по нашему мнению, ведут себя не так, как мы хотим, да, когда они не выполняют наших ожиданий, не оправдывают наших ожиданий, мы в гневе. И нам очень-очень тяжело, собственно, вот этим самолюбием, да, переключиться с претензией и обвинений к ним на себя. И вот здесь как раз будет фундаментальная вещь когнитивной терапии по первому приближению, если вы способны, в принципе, переключиться на то, что я сейчас себя злю. Да, я автоматически разозлился на мать, или да, я автоматически разозлилась на начальника, или да, я автоматически злюсь на мужа, но это я себя злю. Вот если вы способны на это, вы победите невроз. Если вы на это не способны, вы не победите невроз никогда. Всё. То есть, если вы способны самокритично сказать себе, да, я предъявляю требования, и то, что она делает, это, как мне кажется, полная херня, и то, что он делает меня, это обижает, и то, что как так можно, да, 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 я это всё понимаю, но я знаю, что я сам себя сейчас злю. Потому что именно здесь возникает фундаментальный момент, у кого получится, у кого не получится. И тут ни я, никто не сможет вам помочь. Вы будете тратить кучу денег на тренинги, вы будете тратить кучу времени на видео, вы будете лизать жопу всем блогерам, психологам и так далее, рассказывать, какие они, сука, умные, но вы ничего с собой не измените. Потому что вы не способны, некоторые, переключить в этот момент самокритику в правильное русло. Ещё раз повторю. Да, у меня сейчас возник гнев, обида, например, ревность. Возьмём такие пагубные негативные эмоции к этим людям. Но я понимаю, что их я создал по отношению к тому, как я требую от них. И это моя проблема. Да, их поступки для меня кажутся несправедливыми, необъективными, неправильными, странными, бла-бла-бла. Это правда. И я их не буду защищать. Но я знаю, что за эмоции по отношению к этим поступкам я несу ответственность. И следующим шагом будет после лени. Это что? Сейчас я... И следующим шагом после лени будет что? Это вопрос, как я создал свои эмоции, несмотря на то, несмотря на то, что они неправы. Ну, предположим, вот так я напишу. Окей? Вот если вы способны вот на эти два простых элемента, вы справитесь. Вы справитесь с неврозом, вы справитесь с депрессией. Вопрос просто, у кого-то это получится быстрее, у кого-то чуть медленнее, потому что разные скорости обучения, разные навыки, разные социальные слои, группы, население, инфраструктуру городов. Потому что там потом менять какие-то другие вещи надо будет, да? Разные возможности. Много чего у вас разного. Но вас всех объединяет. То есть, если передо мной сидит миллионер и передо мной сидит обычный школьник, у них изначально в процессе когнитивной терапии будет одна и та же вещь. И когда передо мной большая аудитория, я понимаю, что какая-то часть этой аудитории не способна на эти две вещи в принципе. И ни один психолог мира не сможет в них эту способность развить, если они ее не разовьют в себе. Чтобы ее развить в себе, здесь, к сожалению, не получится извне послушать мантру, здесь, к сожалению, не получится прочитать стих. И здесь придется вести с собой диалог, почему я не способен от требований переключиться на себя. И почему я не способен задать себе вопрос, как я это сделал. Потому что сила обиды и сила гнева, сила претензии, сила будет настолько велика в претензионном качестве к окружающим, что она напрочь вытесняет вот эту самую осознанность. И если эта сила настолько вытесняет и так далее, то Альберт Эллис говорил в таких случаях о том, он говорит, ну окей, хорошо. Ну и что тебе дает вот эта вот сила требований? Вот мы тебе показали, что мы можем так размышлять. И вот такое мышление что бы тебе давало? Когда бы ты сказал, да, они правы, они иррациональны во многом, они деструктивны, я не согласен. Но я сам создал свой гнев сейчас, требуя. И следующий шаг, как я его создал? Потому что я требую, потому что я хочу, потому что... Вот хорошо, если бы ты так думал, да? Вот если бы ты думал так, что бы у тебя было бы с эмоциями, что бы у тебя было с самочувствием? Клиент говорит, ну мне было бы легче, вегетатики было бы меньше, было бы меньше гнева и меньше бы ссоры, скандалов. Он говорит, верно, но ты же сам сейчас выбираешь эти два шага не делать. Ты сам сейчас выбираешь эти два шага не делать. Ты сам выбираешь не переключаться от обвинения окружающих к себе. И ты сам не выбираешь задавать себе вопрос, как ты сейчас это создал, потому что ты хочешь погневаться. Пишем это, да? Потому что... Потому что... Ты сам хочешь гневаться. Хочешь злиться. У меня была техника такая раньше, сейчас с вами её поделюсь. Вот вы сами выбираете гневаться или не гневаться, злиться или не злиться. Но вот это глубокая философия рэпт. Не все на это сейчас готовы пойти. Может быть, потом они будут когда пересматривать, да, они это поймут. Но вот я пример такой приведу. Я когда начинал заниматься психотерапией, я в шестом году столкнулся со своей проблемой. Читал, 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 читал. И я начал снимать первое видео в одиннадцатом году. Я ещё тогда даже не думал, что я буду этим заниматься. Даже в институте не учился. То есть я тут недавно пересматривал свои первые видео про ВСД, про гнев, про всё. Я ещё даже в институте не учился. Я сижу, слушаю, думаю, ни хрена себе, не супер сильно-то я изменился с одиннадцатого года. А я даже ещё никого не знал, не учился, ничего не делал. Откуда это было? Большая загадка. Но не важно. Так вот, я к чему? Я к тому, что я когда-то поехал в маршрутки. И у меня тогда не было машины, я ехал в маршрутки. Я от торгового центра ехал домой. И я сел в маршрутку, и передо мной сели две такие, ну, в теле такие полные русские женщины. И они начали очень громко обсуждать какого-то там Валерия, который, значит, как, то ли это был муж чей-то, то ли это был её муж, там, в общем, я не понял. Но смысл в том, что они безумно громко и с энтузиазмом на всю маршрутку обсуждали АОН. АОН, 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 АОНАТА, АОНТА, 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 А, ты чё, серьёзно? АОН, 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 да и ладно, АОН чё? А серьёзно? АОН, чё? АОН, и я сижу прям за ними, прям буквально там, вот рядом. И я понимаю, что у меня поднимается гнев и раздражение очень сильно. И я понимаю, что у меня прям начинают злиться. Я тогда начинал только заниматься рэпт. Это уже был год, наверное, тринадцатый, что ли. Двенадцатый, может быть. И только-только начинал. И здесь как раз я нашёл в себе такой интересный момент. Я не провёл долгого диспута, что люди все разные, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Потому что я попытался, да? Я попытался провести этот диспут, что было бы неплохо, если бы эти две коровы не орали на всю маршрутку. Но я прекрасно понимаю, что эти две коровы имеют право быть таким, какие они есть. Потому что все люди, т, 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 и я понял, что мне это ни хрена не подходит. Я понял, что мне это не подходит. Потому что сила претензий под названием, блядь, вы что, дуры, не понимаете, что вы едете вдвоём в маршрутке, вы что, глухие? И вот, понимаете, да? То есть я понял, что мне вот в этой ситуации, конкретно в этой ситуации, когда люди действительно ведут себя социально не как бы весело, но как бы не совсем корректно, скажем, да, мне не подошёл диспут классический. И я стал в себе искать инструментарий, который бы мне помог. Я хочу с вами им поделиться, потому что, может быть, вам станет, ну, тоже поможет, окей? Смотрите, как я нашёл способ. Я понял, что диспут здесь не прокатит, потому что иначе я буду просто себя обманывать. Да? Я понял, что мне это не заходит. И я сказал следующее. Я просто сел. И я сказал себе. Я сейчас на них позлюсь ровно 30 секунд. А потом я выберу на них не злиться и просто буду думать о своём. Потому что мне на них злиться лень. Запомните это. Мне на них злиться лень. Потому что это силы, это энергия, это вот эмоции. Но лень тратить силы, эмоции на гнев. Я взял часы, засёк 30 секунд. И прям про себя. Ёбаный ворот, что вы тут несёте, вы что не понимаете? Про себя это всё прозлился. Уже где-то на 15-20 секунде мне стало как-то уже не очень сильно гневаться. Я высказал всё, что я хотел в этом смысле. Кто они, куда они, как они и так далее. В этот момент на 30 секунде у меня эмоции уже спало. Я просто выразил то, как я к этому отношусь. А потом я себе сказал. Будешь продолжать на них гневаться или будешь заниматься своими делами? Я сказал, блядь, да пошли они нахер. Они продолжили что-то там обсуждать. Я вообще даже этого не слышал уже. Я перестал на этом фокусироваться. То есть я сам в ручном режиме принял решение не злиться, потому что мне это не прикольно. Это и есть управление. Вот такое небольшое внутреннее открытие я хотел с вами поделиться. Потому что не всегда классика «было бы лучше», я понимаю, когда особенно это связано действительно с поведением определенных людей, провокационным поведением людей чаще всего. Вот у нас в Совете Безопасности, вчера, по-моему, или позавчера дипломаты зарубились в этом смысле. Надо понимать, что гнев не всегда можно объяснить рационально. Да, я гневаюсь, потому что я считаю, что эти люди ведут себя объективно, некорректно по отношению к людям, которые едут в маршрутном транспорте. Да, я действительно считаю, что вот то-то-то, но выбирать гневаться или не выбирать гневаться сейчас – это мое право. И я для себя нашел вот это лень. И я потом стал это использовать и проверять. Думаю, может, один раз просто мне так повезло, как бы, может быть, мне просто как-то так вот, ну, фортануло, что ли, да, в этом смысле. Слово «не злиться» не работает, а работает «я», «мне лень сейчас на тебя злиться». Так вот, и потом была другая ситуация, где я тоже поднял гнев, а потом я смотрю так на человека и говорю, «блин, мне так лень на тебя злиться», «мне так лень сейчас гневаться», «мне так лень сейчас вообще, вот как бы, тебе претензии предъявлять», «это столько энергозатрат», «да ну тебе нафиг». Вот, и все, да, то есть я сам для себя нашел инструмент, где я выбираю не гневаться, потому что мне лень на тебя злиться. Да мне лень злиться на него, потому что это надо целый процесс сделать. И вот если вам станет, вы поставите себя перед выбором, вот это уже будет еще больший уровень осознанности, еще больший уровень самодисциплины, потому что это фундаментально. Лень. Итак, первая ошибка под вытожим. Вам должно, вам мешает в этом смысле лень, когда вы не переключаетесь от обвинения окружающих на себя. И второй шаг, как я создал эмоцию, и здесь возникают вот эти наши убеждения, которые мы сейчас и будем разбирать. Надеюсь, вам это понравилось. Обязательно практикуйте вот эти две ошибки и мой опыт, которым я с вами лично поделился. И я надеюсь, что вы будете заниматься когнитивной терапией более качественно, а не просто поверхностно тараторя какие-то непонятные аффирмации, да, и пытаясь убедить себя в том, что вам не свойственно так думать. Тут надо разбираться в философии, а не навязывать себе а-ля правильное мышление. Спасибо, что посмотрели этот фрагмент. Я думаю, что я его для Ютьюба вырежу, вот этот фрагмент с этими двумя ошибками, с этим упражнением, потому что он очень был бы полезен нашим с вами зрителям. Вот, а мы с вами идем дальше.